На встрече присутствовали исполняющие обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский, члены Общественной палаты муниципалитета, Ассоциации председателей многоквартирных домов, представители Координационного совета, неравнодушные жители. Некоторые из собравшихся были в Доме правительства Московской области. На обращение губернатора кто-то смотрел трансляцию в историко-культурном центре. Отрадно было видеть о том, что Ленинский городской округ был упомянут непосредственно, не просто как в ряду прочих, а именно непосредственно по решению большого количества, ну я три или четыре насчитал, вопросов, которые являются кругольными. Это и строительство социальных объектов, это решение важнейшей проблемы обманутых дольщиков. Эффективная работа под девизом «чуткая власть» – такой главный месседж губернаторского обращения. Поэтому встреча не случайно была построена в формате вопрос-ответ, где каждый мог узнать пути решения интересующих задач. Затронули все сферы жизни – экономику, строительство, ЖКХ, культуру, спорт. Ожидаемо лидировала социальная тематика. Количество введенного в эксплуатацию жилья увеличивается, а детей, где мы учить будем, неизвестно. Это большая проблема. Везде не только в этой застройке, которая прилегает к городу, но и в микрорайонах, которые застраиваются там. Но, тем не менее, пристройка, которую сами мы строим, и две школы, собственно, в Новодрожжино, да, и самолет пригород-то лесной в этом году точно совершенно будут. Еще одна горячая тема – здравоохранение. Ремонт Видновской поликлиники, нехватка машин скорой помощи, состояние фельдшерско-акушерских пунктов. Фаб Калиновский, меня интересует. Здание находится, оно, арендуемое помещение, которое совершенно уже вообще не подлежит никакому, вообще, критике, да, и восстановлению. Как бы желательно, чтобы это сделали или модульный фаб новый, или в какое-то более-менее удобоваримое здание перенесли. Тем более, что подходящий объект есть. В Калиновке рядом стоит здание четырехэтажное, в котором первый этаж совершенно свободен. Валерий Николаевич туда выезжал и решали вопрос о том, чтобы перевести этот фаб в это здание. Ну, там оно же частное, если не ошибаюсь, это здание. А вот частное с частниками встречались, они согласны отдать это здание в долгосрочную аренду. Все там есть – и света, и газ, и отопление, и вода, все, канализация. Алексей Спасский пообещал взять ситуацию под контроль. Я на предыдущем месте работал, по два, по три модульных фаб строили в год, вместе с квартирой для проживания, как бы довольно для сельской территории, очень хорошая история. Почти полтора часа конструктивного общения принесли свои первые плоды. Люди услышаны, задачи и приоритеты поставлены. И для их решения стороны договорились продолжить диалог. Власть максимально открыта жителям. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВИН-ТВ.